Какую же женщину выбирает мужчина? Очень многие женщины от секса удовольствия не получают. Как женщине не уходить в мужские энергии? Йога тоже помогает. Йога один из аспектов. Работать с женщиной это очень идет, но только не работать всю жизнь. Что ты думаешь о 50 на 50 в отношениях? У тебя в очереди стоят те, которые ровно соответствуют тебе. Мужчине не идет избыточная легкость, как хорошо встречаться с людьми не из тиндера. Да. И некоторые отношения нужны для того, чтобы сказать, что я так не хочу. Изобилие денег одну женщину разрушит, а другую наоборот укрепит. Мне главное, чтобы тебе было приятно, да, ну и супер. Как женщине не уходить в мужские энергии? Как ты думаешь? Женщина уходит в мужские энергии, когда? Когда она стремится к выживанию и не находится в безопасности. То есть есть у человека стратегия выживания, стратегия жизнь. Стратегия выживания – это адаптация к определенным условиям. Например, когда-то наши прабабушки или бабушки во времена войны оказывались, когда в доме не было мужчин, например. И тогда женщина берет на себя и мужские, и женские функции, и все какие угодно, для того, чтобы жизнь продолжалась. Их жизнь продолжалась, жизнь их потомства продолжалась. И, конечно, когда речь идет о выживании, то до какой-то эмпатии, до состояния, до любви к себе, дело просто не доходит. Но приходит время, когда женщина уже находится фактически и физически в состоянии безопасности, физической, но эмоционально безопасность себя она не чувствует так же. И тогда, например, из состояния небезопасности она выбирает таких мужчин, которые подтверждают ей состояние небезопасности. И рядом с мужчиной, когда ты видишь, а я так чувствую, еще и мужчина подтверждает, что я нахожусь в состоянии безопасности, мне точно нужно бороться за жизнь и быть самостоятельным, делать все самой. И тогда женщина начинает быть тем, кто может сама себя обеспечить, даже находясь рядом с мужчиной. Проблема заключается в том, что мужчина-то может быть достаточно адекватный в начале, но если женщина системно доказывает ему, что я первая, что я локомотив, то мужчина никогда не будет бороться за первое место в семье. Просто ломает его? Он не то, что даже ломает. Ломает это некое женское представление. Мужчина чаще всего в схватке женщины эмоциональной избегает просто. И если женщина выбирает быть первой, то мужчина становится первым в другом. В расслаблении, в деградации, в любви. И как мы видим, рядом с такими очень сильными, волевыми, добивающимися, и теми женщинами, которые не просто для удовольствия деньги зарабатывают, а когда они начинают давать деньги мужу или устраивать его к себе на работу, обеспечивать семью, то мужчина начинает балансировать такой брак, такие взаимоотношения, и он становится более... Он больше общается с детьми, он такой центр любви в доме становится. Потому что он занимает... Мужчина становится... Если женщина хочет, чтобы мужчина развивался, мужчина точно не будет развиваться. Он будет первым в том, чтобы не развиваться, в том, чтобы отдыхать и наслаждаться жизнью. Как женщине не уходить в мужские энергии? Например, женщина сейчас в этих мужских энергиях, и она понимает это, но понимает, что она уже хочет от этого уйти, но не понимает, как начать, что делать вообще. Она обеспечивает мужа, работает. Прежде всего нужно достичь состояния безопасности. То есть задача мужской энергии – это обеспечение безопасности. И если женщина находится в мужской энергии, не просто так, значит, ей не хватает в жизни безопасности. Ей нужно поставить себе такую цель и задачу. А как женщина может быть в безопасности? Она может быть первой безопасностью. Любая свобода начинается с финансовой. То есть для женщины важно иметь свою реализацию, иметь свой способ зарабатывания денег. Для чего? Не для того, чтобы строить дом, покупать себе дорогие машины, а для того, чтобы обеспечить свой уровень жизни, минимально достаточно для того, чтобы просто жить. Для того, чтобы она не была с мужчиной из-за денег, а чтобы мне хорошо с тобой, но мне хорошо и без тебя. Ровно столько же. И поэтому домохозяйкой может быть по-разному. Можно быть домохозяйкой, не имея возможности зарабатывать, испытывая зависимость от мужа, не получая удовольствия, боясь денег, переходя в гиперопеку над детьми, страдая от того, что внимания мужа нет, или испытывая к нему огромное раздражение, рассуждая при этом, что реализации это все не надо. А можно быть, дальше женщина может пойти дальше, она может иметь реализацию. Вот она реализовалась, она знает, что она умеет зарабатывать, потому что зарабатывание тоже очень важно. Это ценность, это моя ценность, подтвержденная вовне. Не только по моему мнению, а по мнению людей. То есть это тоже очень создает в женщине ценность. Поэтому работать в женщине это очень идет. Но только не работать всю жизнь, а иметь возможность работать. Иногда и урабатываться это абсолютно нормально. То есть иногда урабатываться для чего? Для того, чтобы получить, если есть задачи безопасности, то прежде всего женщине очень важно подтверждение, что если что, если надо, во-первых, у меня есть деньги. Во-первых, должны быть деньги. Должны быть деньги, поэтому не обязательно там все. Поэтому вообще накопление и сохранение это очень женская функция. И, знаете, такие женщины, у которых всегда откуда-то есть деньги, непонятно почему, но у нее отложено надолго. То есть если что, вот у нее всегда есть деньги. И когда есть деньги, это создает, почему у нее есть деньги. Потому что ей ценно внутри вот это ощущение безопасности. Что бы ни произошло, у меня всегда есть мое накопление. И вообще у женщины в женской энергии очень много источников безопасности. Например, отец является психологическим источником безопасности. То есть я знаю, что если что, мой папа меня поддержит. Я не живу на его деньги, но если что, я знаю, что на меня эмоционально поддержите финансово. Это очень классная опора. И даже если его нет, то меня поддерживает его образ, чувство внутренней поддержки. Также меня поддерживает мой мужчина. И я знаю, что мой мужчина меня поддержит. А если у меня нет мужчины, то я знаю, что у меня будет тот мужчина, с которым я нахожусь в эмоциональной связи, то есть в состоянии любви, и который меня поддерживает. Потому что очень часто женщина хочет, чтобы мужчина поддержал без эмоциональной связи. Но тогда это будет совсем другая история. Это будут деньги с горьким привкусом. Я знаю, что у меня всегда будет любимый мужчина, который меня поддержит. Это второй такой аспект. И третий аспект очень важный, который без двух первых превращает женщину в такого, возможно, милого, но немножко инфантильного ребенка. Я сама себя могу поддержать. То есть вообще-то я сама могу делать, зарабатывать, делать результат. И создание для результата женщине очень важно. Иногда надо ее пахаться для того, чтобы со временем прийти к своей норме. Какая норма моего удовольствия? Вот сколько? Если я не поработала, у меня есть опыт, когда я совсем не работаю. Есть опыт, когда я работаю много. И тогда женщина рано или поздно приходит к золотой середине. А каким делом я хочу заниматься, которое меня будет наполнять? И деньги здесь будут не необходимостью моей в выживании, а деньги будут просто подтверждением той ценности, которую я передаю миру. И вот у женщины в женской энергии очень много источников безопасности. Она считает, что мир безопасен. Потому что если ты живешь в любви, то мир, он безопасен. И наоборот, женщина в мужских энергиях, она пытается выбраться из состояния небезопасности. Не доверяет. А почему она не доверяет? Потому что у нее нет вот этих вот опор безопасности. Например, у нее нет опор на папу эмоциональный. Потому что, например, она смотрит на папу мамиными глазами. Например, на слабого, пьющего или как тирана. Или как, ну, и при том очень часто эмоционально негативные отношения дочери к отцу формируются не его поведение по отношению к ней, а его поведение по отношению к маме, которое было считано ребенком, когда ребенок встал на защиту мамы. Соответственно, если у меня нет опоры на отца, то уже остальная потребность безопасности распределяется. То есть, дальше уже пошло нарушение вот в этом состоянии безопасности. Дальше мы ищем второе, мы видим второе. У женщины нет, например, накоплений. То есть, у нее каждый, не то что каждый месяц, а каждую следующую неделю нужно, возможно, принимать, откуда брать деньги. Я это называю техникой Тарзан. Это как когда женщина, как палеаном от одного мужчины к другому, потому что идет и как бы от одного источника финансирования перескакивает к другому, ну, теша свое самолюбие тем, что у меня еще столько вот есть лианг, за которые я могу зацепиться. Но в реальности это создает огромное чувство небезопасности. И чувство, ну, это такое достаточно жестокое поведение по отношению к себе, но выбора как бы нет. Вот. И у нее нет накоплений, да. И если я не знаю, на что я буду жить через год, и даже через месяц... Через неделю. Да, да. Но даже через год, это минимальная дистанция для ощущения себя безопасности, когда у тебя денег есть на год. Если у тебя есть деньги только на следующий месяц, ну, то это... А еще, если на следующую неделю ты думаешь, то это, конечно, создает ощущение небезопасности. И надо здесь сказать, это не весело, это ненормально. То есть, может, для мальчика это еще... Даже нет. Для мальчика тоже это ненормально. Но для него это может быть хотя бы веселый челлендж по преодолению себя и зарабатыванию. Для девочки это сформирует прям дикое ощущение небезопасности. То есть, и не позволяет расцвести ее природе. Потому что женщина все-таки, она расцветает в ощущении, когда есть ощущение безопасности и стабильности, только когда есть ощущение безопасности и стабильности внутреннее, подтвержденное внешними факторами, такими как моя коммуникация с папой, мои деньги, моя способность зарабатывать деньги, наличие мужчины или наличие потенциальных интересных мужчин, которые мне интересны, или даже потенциальных позитивных отношений к мужчинам как таковым. Даже этого может быть ненормально. Если у меня есть вот эти опоры, и я уже чувствую безопасность, то в почве этой безопасности начинает расцветать женская энергия. Женская энергия, нельзя женскую энергию в себе вырастить, избежав этапа создания безопасности. Тогда это будет псевдо-женская энергия. Это будут манипулятивные трюки, как жалобными глазами смотреть на мужчину для того, чтобы он купил тебе айфон, это будут тренинги, как правильно целовать мужчину. Это будут тренинги про манипуляции. Это будет дом, построенный на песке. Мне кажется, манипуляция считывает мужчину очень легко. Мужчины, у которого нет выбора, у мужчины же тоже часто нет выбора. Мужчина тоже встречается с той девушкой, которая у него есть. И поэтому, если она манипулирует, и только она у него есть, то он на эту манипуляцию пойдет, если просто другого варианта нет. И все встречаются с теми, если нет других, лучше варианты. А вот это чувство небезопасности, чувство небезопасности с деньгами, а если у меня еще есть мужчина, и получается, я еще сама за себя плачу, и это вообще так усиливает чувство небезопасности. Во-первых, чувство какого-то, почему я оказался в такой ситуации, когда мужчина рядом со мной, и он не платит. Да, у меня, кстати, есть такой вопрос, что ты думаешь о 50 на 50 в отношениях, или когда женщина платит за мужчину? Что такое 50 на 50, или когда женщина, ресурсный мужчина? Покупают квартиру и делят на 50, покупают еду и делят 50 на 50. Таких очень много. Мне кажется, что это как свидание из Тиндера, такие отношения, они нужны для того, чтобы потом понять, как хорошо встречаться с людьми не из Тиндера. И некоторые отношения нужны для того, чтобы сказать, что я так не хочу, например. Или понять, как я хочу. Ну да, то есть понять, как я не хочу, для того, чтобы потом понять, как я хочу. Конечно, есть народы и страны, в которых такая культура укоренилась. Девочки часто ищут, часто ищут девочки счастья в итальянцах, французах, англичанах, немцах и так далее. Но эти надежды светлые очень быстро рассекаются о реальности. В нашей культуре нам это чуждо, конечно. И вот если мы рассуждаем о контексте нашей культуры, то, конечно, для меня это крайне странно. Потому что почему? Потому что отношения – это же репетиция брака, так или иначе. То есть вот еще одно некорректное восприятие. То есть мне кажется, что это все… Почему это происходит? Это происходит потому, что женщина не умеет быть за мужчиной. Она не умеет это делать. Почему? Потому что ее опыт нахождения за мужчиной заканчивается абьюзом. То есть когда, ну, например, 50 на 50, для нее это возможность контролировать как-то, ну, что если ты деньги за меня не плачешь, то ты не имеешь права как-то на меня орать там или руку поднимать. Или от меня уйти. Или от меня уйти, да. Но это прежде всего, что мы вот на равных. Ты на равных, и ты вот меня не трогаешь. Потому что можно быть не за мужчиной, а можно быть в зависимости от мужчины. И я знаю, что опыт абьюзивных отношений, когда чем сильнее абьюзивные отношения, чем сильнее бьет там, например, мужчина женщину, тем сильнее она боится уйти от него. То есть это реально феномен, потому что, ну, некоторые говорят, почему ты от него не уходишь. Да, там много факторов разных, и там факторы финансовые бывают, и вообще я никому не нужна. Она об него тоже, она и сама так считает, она и об него этот образ создала. И чем сильнее насилие, тем тяжелее из этого насилие выйти. И чтобы не допустить вот таких отношений, или она видела такие отношения, или такие отношения были между мамой и папой, да, например, она говорит, я хочу, чтобы было не так. И получается, что 50 на 50 это неплохо, если тебя в этих отношениях не бьют, а раньше били. Ну, то есть как ступенька, как ступенька к пониманию, что мы выстраиваем отношения на равных, это неплохо. Но другое дело, что я еще не видел ни одну счастливую женщину, которая бы говорила, что я хочу так провести всю жизнь. То есть рано или поздно эта потребность закрывается, и оказывается, что кроме ощущения, что меня не бьют, и что меня, там, эмоционально-физически не обижут, мне еще кое-что нужно в отношениях, типа, там, любовь, доверие, там, сексуальная близость. Да, а очень сложно любить того, кто от тебя зависит. И вот эмоционально, и финансово. И поэтому вот от отношений таких дальше идет отношение 50 на 50. Ну, это такие можно назвать подростковые отношения, когда мы встречаем, мы как бы репетируем, мы играем во взрослую жизнь. Но, 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 в принципе, да, такие отношения распространены, да, и очень часто они нам нужны для того, чтобы понять, что я так не хочу. Да, я так не хочу, и честно себе об этом сказать. И научиться, и эти отношения нужны для того, чтобы в свои 50-то вкладывать, то есть научиться быть той, которая зарабатывает деньги. Вот для этого тоже. Потому что некоторым девочкам очень сложно зарабатывать деньги тогда, когда, тоже важно, некоторым женщинам сложно зарабатывать деньги тогда, когда за нее платят. То есть женщина в женской энергии, она может зарабатывать деньги из удовольствия своего, потому что ей это нравится. А почему ей нравится? Потому что она умеет это делать. У нее тропинка проложена. И несмотря на то, что она находится в изобилии денег, то есть изобилие денег одну женщину разрушит, а другую наоборот укрепит. Например, если я не буду зарабатывать деньги, как только ты создашь мне изобилие, меня это начнет развращать. Ну то есть я просто перестану вообще работать, я буду сидеть дома смотреть сериал «Клон», много кушать, что угодно делать. Потом я рожу ребенка, чтобы им манипулировать вообще тобой, и откажусь от секса, потому что это мне тоже никогда не хотелось, потому что я обеспечил себе защиту от тебя в виде ребенка. Теперь я мать, теперь я следующие 40 лет буду воспитывать этого мальчика. А другую женщину, как раз женщина в женской энергии, которая уже умеет зарабатывать деньги, когда у нее изобилие, когда у нее денег, в принципе у женщины в женской энергии денег бесконечное количество для ее жизни. То есть она не нуждается в деньгах. То есть у нее их, они есть. И деньги она зарабатывает совершенно с другой мотивацией, не для того, чтобы там ремонт сделал в квартире или обои поклеить, а для реализации. У нее вопрос другой, куда мне деньги тратить, в принципе некуда. То есть у нее нету в принципе вот каких-то… Да, не в деньгах уже там дела. Да, абсолютно не в деньгах, да, дело в эмоциях, но это определенная культура. А вот если тебе сейчас сказать, ты можешь вообще не работать, ты будешь обеспечен деньгами, какова вероятность того, что ты будешь реализовываться во всех сферах жизни? Для очень многих женщин, исходя из того, что у них дорожки не протоптаны, это просто скажут, ну все, окей, ладно. Я буду. И поэтому жизнь как бы вынуждает, да, вот как раз нахождение в женской энергии, когда я уже нахожусь в безопасности, когда я умею жить сама, классно, счастливо, то вот невозможно удовлетворить неудовлетворенную женщину, а женщину реализованную и счастливую удовлетворить самое оно. То есть и мужчина является умножителем женского состояния. Если оно отрицательное, то мужчина приходит такой, который умножает отрицательное, вот это отрицательное состояние. Если это положительное состояние, то мужчина умножает этот плюс и сам растет рядом. И еще вопрос, почему? Сейчас, поэтому 50 на 50. Поэтому, ну, опять-таки, отношения 50 на 50, с моей точки зрения, такие отношения, чтобы понять, что я могу и по-другому, чтобы выработать в себе любовь, чтобы понять, почему я так себя не люблю, что нахожусь в таких отношениях, да. И вопрос, почему некоторым мужчинам, мужчины хотят дарить подарки, а некоторым нет. Хотят дарить цветы, а некоторым женщинам нет. Например, один и тот же мужчина, одной женщине прям дарит подарки, дарит цветы, а потом встречает другую и не хочет дарить ей ничего. Почему он тогда ушел от первой, у меня вопрос. Ну нет, окей, он не дарил ничего первой, и потом он дарит второй. Я понимаю вопрос, но с моей точки зрения, вот у мужчины и женщины немножко разные функции в отношениях. Хорошо, когда в отношениях, если мужчине, скажу так, если мужчина сталкивается с трудностями, если он решает вопросы, денежные какие-то задачи, если он находится в трудностях, то его женщина живет в легкости. Вот такой парадокс. Он идет зарабатывать, он покоряет внешние рубежи, он там канализирует свою агрессию, поставить цель, достигнуть ее. Он не зависает слишком много дома, больше, чем нужно. Он идет и побеждает. А когда ты побеждаешь, ты находишься в контакте с трудностями, у тебя есть цели, у тебя есть вызовы. Вызовы во внешнем мире, вызовы тела своего, так же ты работаешь над телом. И тогда женщина в легкости, тогда приходя домой, от этой легкости он еще сильнее наполняется, потом обратно он идет и зарабатывает еще больше. А вот если женщина выбирает жить в тяжести, если женщина выбирает путь трудности, путь преодоления, путь тяжести, то тогда мужчина начинает жить в легкости. А вот если женщина живет в тяжести, она начинает решать проблемы, платить за него и так далее. И мужчине не идет избыточная легкость точно так же, как женщине не идет тяжесть. Это просто две разные природы. Да? Вопрос в чем был там? Про подарки. А, про подарки. Так вот. Почему некоторым мужчины дарят подарки, а некоторым нет. Так вот. Подарки – это следствие того, что женщина находится в легком, наслаждающемся, классном, счастливом, полноценном состоянии. Опять-таки, да, невозможно… Есть женщины, которые невозможно удовлетворить. То есть, если женщина не удовлетворена внутри, если ей она самокритична, избыточна, если она считает, что она все должна завоевать действиями, какими-то делами, что она недостойна любви просто так даже, то она сама не может удовлетворить себя, и мужчина не может удовлетворить. И что бы он ни сделал, очень часто мужчина сталкивается с обесценкой в таких отношениях, когда, там, ты что-то… Была одна женщина у меня пришла, которая… Я говорю, а муж вообще зовет ли ты на свидание? Он говорит, ну, зовет. Но я это не считаю свиданием. Я говорю, что ты считаешь свиданием? Ну, вот за 8 лет один раз, когда мне снесло голову, а все остальное время… А все остальное он каждую неделю зовет меня то в ресторан, то погулять. Но я это не считаю свиданием. Ну, то есть, я такой вот… Так и должно быть. Да, так и должно быть, да. Поэтому невозможно удовлетворить неудовлетворенную женщину. А вот если женщина базово удовлетворена, и мужчина совершает определенные… Мужчина определяет, ну, вот, я это называю, мужские действия. Он совершает мужское действие. Какое? Например, инициация, романтика, цветы, свидания, деньги, подарки. И если мужчина находится в мужском поведении, вторая фаза, дальше. Женщина реагирует женским по поведению. Она умеет принимать, она умеет благодарить, она умеет говорить спасибо. Притом не только за какие-то огромные вещи. И не через манипуляции, типа там… То есть, за маленькие и большие вещи. Просто благодарность как таковая. И тогда мужчина от этой благодарности дальше наполняется силой, и дальше идет и достигает. А если здесь на нарушение, женщина говорит, мало, маловато будет, да, мало, не то, ой, а мог бы, да, то, соответственно, теряется тяга с одной стороны, а из-за этого теряется тяга бархатная. Это раз. Мне кажется, еще из-за манипуляции, когда женщина начинает манипулировать, Второй аспект – это манипуляции. И вообще не хочется ничего говорить. Да, как бы мужчина сказать не может, но он все понимает. Вот, да. То есть, он не будет вербально говорить, что мне неприятно и так далее. Вот эти манипуляции все. А третье еще – это чувство нуждаемости. То есть, вот если у женщины есть чувство нуждаемости, мне нужны подарки как подтверждение того, что ты меня любишь, как подтверждение моей самооценки, тогда на самом деле любое состояние нуждаемости – это уже не проговоренная обида сразу. То есть, если я нуждаюсь в подтверждении, да, это как некоторые женщины, например, нуждаются в подтверждении, что я важна мужчинам, и поэтому там они одна, вторая, третья, пятая, десятая, да, То есть она охотится за подтверждением собственной значимости в глазах мужчин. Также некоторые женщины охотятся за подтверждением значимости через слово «ты должен». Да, ты должен, потому что это укрепляет мою значимость, что вот ты меня любишь. Вот это подтверждение. И состояние нуждаемости – это уже обида. То есть я уже обиделась, что ты сделал что-то не то. А поэтому выход из состояния нуждаемости – это состояние, наоборот, удовлетворенного изобилия. Когда у меня уже все хорошо, когда я люблю себя, когда я радую себя. И удовлетворенную женщину хочется сделать счастливую еще больше. И последний вопрос. Какую вообще женщину рядом с собой хочет видеть успешный, осознанный мужчина? И что рядом с ней он хочет ощущать? Какую женщину рядом с собой хочет видеть успешный, осознанный мужчина? Хороший вопрос. Мне вообще кажется, что успешный, осознанный мужчина… здоровый успешные осознанны мужчина он уже замужем он женат уже да он жена он женат и значит он не успешно еще не осознанный то есть не надо даже во первых не надо ждать для начала отношения успешного осознанного здорового идеального мужчин нужно искать мужчину который потенциально может быть таким рядом что очень часто женщина хочет как бы получить готовая да уже готова над готовым потрудился какая-то другая женщина ведь мужчина структурируется и приводит в порядок свою жизнь и свой потенциал рядом с женщиной с которой он хочет это сделать и поэтому достаточно если у мужчины но нормально мы все не идеальны и не надо вот этот потребность да что типа в нас сначала сделаем себя идеальным и потом в этом идеальном мире мы будем искать отношения нужно стать достаточным вот какую женщину и поэтому да вот если мы будем описывать такого идеального мужчину доктор там идеально и здоровы но конечно есть некий базовый набор адекватного мужчины да я там и адекватной женщины это здоровое отношение к родителям здоровое отношение к родителям да когда я сын своих родителей когда я их принимаю когда их люблю ценю что можно послушать у девушки и у парня в речи ну например если он вообще об этом не говорит тут странно значит такие идеальные и вот собой все мне пугает идеальный мужчина с белой улыбкой с подстриженной бородкой который курит кальян занимает какими-то крипто те темами и не да это другой это трешняк они живут с мамой он вообще никогда ничего не говорит про родители как будто он родился в дубае где-то сразу да то есть и прошлое его непонятно то есть вот какое его отношение к его прошлому да и кстати может ли он если у него обиды на родители тоже тоже это здорово если он так и там все так идеализировано то это тоже как бы странно да но нормальное как раз здоровое отношение которое содержит принятие своих родителей да одновременно там мы понимание что да я вот в жизни тоже что-то преодолеваю что еще дальше второе конечно отношение я сейчас про мужчину скажу это же самое про женщину скажу второе конечно отношение к здоровью своему потому что очень часто как отношения начинают так как они заканчиваются то есть если отношения начались там периодом угарного запоя то что не продолжится йога и такая вероятность невелика да вот как они начинают к ней как бы идут и поэтому очень сложно строить отношения мне кажется зависимым человеком и тем более зависимой женщины в целом достаточно странно но зависит под зависимость я понимаю проблему есть люди которые наверно один бокальчик могут выпить но вот в целом отношение человека к к своему телу как ценности уже все-таки характеризует уже взрослого человека реализация либо человек ну вот реализация то есть иду ищу ли я занимаюсь ли важно ли это для меня но это некий вот такой базовый набор но самое главное и ценное то есть что является минусами да например жесткая конфликт и для женщины для мужчины одновременно жесткие состояние конфронт я не разговариваю своей матери например я ненавижу я не знаю своего отца ненавижу его ну то есть это вот этот подарок достанется тебе вот этой любви да и ненависти на самом деле то есть это пока вот и и и без вот и бесполезно искать как это я вчера в тик токе слышал такую фразу что девочка переступающий через отца споткнется мужчину и нельзя это замести под вот так под 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 ковер и построить идеальные отношения можно но это будет отношение как с не папой то есть с обратным да это тоже это тоже в конечном итоге любые отношения построены на месте они даже на подсознательном месте они добром редко заканчиваются наверно исключение везде есть что еще является красными флагами ну вот да такое тяга к нездоровым отношениям например да то есть женщины которые которых тянет треугольники например да разные который тянут замужним на показан ну вот вот это вот все то есть очень странно рассчитывать что отношение которые например начнутся с треугольника закончится чем ну то есть понятно что это но не одни здорово и совершенно отношения также не здорово отношения потребность как можно вот прямо сейчас выскочить решить проблему да то есть как будто это решит все проблемы человек теперь какую женщину хочет видеть да ну первое самое мне кажется самое ценное это во первых я убежден что мужчина хочет хотеть одну женщину прежде всего да ну да как здоровый мужчина здоровая женщина потому что рейтинг то измен вот по исследованиям он абсолютно равна то есть и с мужской и женской стороны поэтому тут люди практически одинаковые но здоровый мужчина стремится к одной женщине также как женщина стремится к одному мужчине это здорово и для того чтобы быть хотеть одну женщину в долгу вот мы хотим хотеть одну женщину в долгу и женщина тоже хочет хотеть свою мужчину в долгу а как в долгу в долгу мы будем хотеть одну женщину рядом мужчину только при одном условии если мы будем рядом друг с другом меняться с невозможно также любить того человека которым ты был там 10 лет назад и это просто повторяется то есть мы должны меняться любые отношения развиваются все в мире развивается и очень главным очень важным критерием вот первым сказать здоровая психика в целом здоровое отношение к жизни а второе это сопоставимая скорость изменений вот есть понятие масштаба и скорость изменений ну например бывают такие отношения когда масштаб одного человека значительно больше масштаба другого и тогда один как бы позволяет там любить другого или там ну вот это вот все это история в которой всегда одному будет плохо душно и как-то закончится это странно они находятся очень разные очень разные женщины там начинает себя сворачивать трубочку чтобы не дай бог больше денег не заработать чтобы там он как себя почувствует рядом так далее хотя на плане так также может как женщина не развиваться просто вот но вот первый критерий это сопоставимая скорость это сопоставим масштаб масштаб как женщины должен быть сопоставим с масштабом мужчины и женщина какой-то в каком-то смысле должна чувствовать свою безопасность как раз сейчас и потом не только когда он только-только вы переспали тогда только первый романтический период а такую психологическую безопасность что я его вообще выдержу и мужчина должен понять я эту женщину выдержу потому что бывает такой приз знаешь на человека может свалиться объем денег который не способен вынести этого разрушен так вот на женщина может спуститься мужчину мужчина которого она не может выдержать как-то они оказались так вот друг другом да по какой-то причине и тогда начинает истерить она начинает неадекватно себя вести начинает бояться его потерять исходя из этого дела странные вещи и то же самое то же самое в обратную сторону до свалилась на меня счастье и это настолько ценно что я начинаю бояться это потерять и начинает быть сумасшедшими начинать делать неадекватные действия да вот классный критерий когда оба боятся немножко друг друга потерять. Вот равномерно немножко, ну как бы понятно, что идеально это не будет, но вот и для того, чтобы понять вот эту равномерность развития, равномерность движения, важно понять на этапе сейчас, как пара развивается. Например, принято ли ходить к психологу? Потому что вообще, вот если не принято ходить к психологу, придется все эти вопросы решать в отношениях, а в отношениях решить невозможно. Невозможно решить в отношениях то, что женщина и мужчина должны решать в отношениях к психологу. а какая базовая история с родителями вообще то есть классно с родителями чтобы что было вот идеально чтобы что было чтобы было в целом очень большая любовь но в целом есть какие-то зацепки которые я отрабатываю потому что если зацепы никаких нет если нет никаких как бы до вот этих вот минусов проблем с которыми работа это значит это опасность это значит мы имеем дело с идеализации поэтому класс когда она любит маму любит папу на одновременно понимать да я в там в подростковом возрасте обижалась на то на то на то и вот я сейчас это отрабатывать вот как это проявляется то есть когда она видит когда он и она видит свои то есть вот есть даже здоровая здоровая психика второе это равномерная скорость развития и вот равномерной скорости развития это понимание своих сильных и слабых сторон и предъявлениях друг другу потому что на первом этапе отношения очень часто пар пара предъявляет друг другу только плюсы свои и когда проходит период влюбленности которые характеризуются от трех месяцев до первого года периода до бешеной гормональной влюбленности и где пара только является рекламной версией друг для друга потом когда всплывает минусы оказывается ой ой да и это и чем сильнее было слияние чем сильнее показывали плюсы тем больше нас выбивает минус поэтому вот есть да там отношения потом предложение еще какое-то время там брак для того что пара увидел и плюсы и минусы друг друге сказала меня устраивают твои плюсы и минусы и меня некоторые терпит до свадьбы но чтобы и там вот сейчас ребенок заберем и потом минусы можно показывать да вот я принимаю тебя я я согласен с твоим плюсами согласен минусами я согласен плюс и минусами и у нас скорость развития есть мы как-то развиваемся меня устраивает как мы развиваемся и 2 я принимаю плюс и минус и вот это мне кажется важнее чем все остальные аспекты ну конечно есть дальше дальше есть бонусы бонусы например классным бонусом является когда у мужчины есть свое дело и когда он зарабатывает а классный бонус классный бонус когда у женщины есть красота и любовь к здоровой красоте не к избыточной них вульгарной красоте которая призвана там собирать внимание да а вот такой засияющей красоте изнутри огромным бонусом и вот сколько сколько тебя баллов условно говоря такой столько баллов у человека рядом с тобой очень часто например девушки не нравятся те мужчины которые рядом у каждой женщины есть парни с которой хотят с ним быть то есть у нее нет личной жизни но у нее всегда есть очередь из мужчин которые хотят с ним быть тюбики да тюбик как там еще тюбик еще кто-то есть пончик нет там доме медвежонок медвежонок это чаще любит тишину у меня есть очередь свои стюбика так как она называет даже тюбики то есть это вот такое даже у оскорбительное сразу определение и они горят тюбики вот тюбик он клоун да почему он клоун да потому что у тебя в очереди стоят те которые ровно соответствуют тебе или как бы это на зеркало говоришь если тебе ну отражение это твое то есть те мужчины которые за тобой ухаживают твое отражение текущие если да и бесполезно менять одного на второго это бесконечная очередь там всегда будет кто-то сзади вставать но они будут одинаковые если мне не нравится кто в очереди это стоит то мне надо посмотреть на себя если мне нравится как мужчины проявлять себя как мужчина это значит мне нравится как я проявляю себя как женщина прежде всего не по отношению к мужчинам даже а по отношению к себе к своей жизни еще один большой бонус а что балла баллы мужчины и равны баллы женщины поэтому одна задача есть вот что такое развитие женской энергии это увеличение своих баллов ну просто это вот увеличение своего счастья я красивая я еще и реализованная еще у меня здорово ни у кого нету базового здорового отношения к мужчинам то есть не 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 рождены такие краснокнижные женщины которые вот и которых идеально наверное есть но это скорее там исключение да все рождаются каким-то некорректным отношением там всех травма свои есть ничего это формируется формируется уважение к папе уважение к мужчинам да и для твоего счастья рано или поздно то есть это просто вопрос цели задать ну продолжаю да вот как как условно говоря с чего начали тему закончили то не могут выпутаться из по не может выпутаться из порочного круга подтверждение что мужчины плохие у меня такое убеждение я вижу подтверждение еще сильнее убеждения укореняется из этого круга можно выйти конечно очень большим бонусом также это я все какой какой можно быть да какие какой еще себя делать когда любовь женщины к наслаждению и открытость получать удовольствие от секса короче очень многие женщины не им противен секс они не получат удовольствие от секса и это очень большая проблема потому что но я близко все 99 мне кажется такую статистику никто не знает точно но совершенно точно можно сказать что очень многие женщины от секса удовольствие не получают это очень странно строить отношения не получают довольствие от секса прям противоположные вещи а как потому что секс является маркером твоего отношения к наслаждению отношения и проявления удовольствия от жизни потому что секс это одно из не очень немногих здоровых легальных удовольствий которые есть в жизни у человека да это секс там это еда это сон ну если там мы берем какие-то вредные привычки то их не так много остается там ну творчество на одну сам секс это вообще вершина и он является выражением а ценно ли это вообще потому что некоторые женщины говорят мне главное чтобы тебе было приятно да ну и супер да как бы круто что хорошего и конечно когда и это тоже является блоками женщины притом ее личными теме точнее теме справиться с которым уже только она сама да путем работы там психологом притом работы сексологом делами разных практик как раз до практики на что направлен как раз на преодоление вот это и вот неприятие своего тела йога один из аспектов йога один из аспектов но там есть и вообще открытость в принципе сексуальной теме потому что если избыточная вульгарная когда там изучают тренинг лиловый фантомас там какой-нибудь или багровый багровая флейта я не знаю да ну какие-то уже жесть там уходит то есть избыточное что-то но именно изучение секса с точки зрения принятия себя своего тела своего наслаждения чуткости к себе умение не коммуницировать с партнером потому что секс это продолжение качества разговора между партнерами вот как в сексе так вот вот как вы общаетесь так вы в сексе да если скрытые обиды все это все проявится первое что будет страдать в отношениях это секс если уходит близость если уходит честность и поэтому когда такой вершиной женской энергии до является умение получать наслаждение от жизни и вершины такого наслаждения является сексуальной жизни которая мы как раз можем разделить только своим партнером и если это является проблемой для женщины или это является зоной который я не хочу заходить который мне неприятно то эти оба отношения будут в опасность на самом старте уже потому что в них не будет вот этого большого куска фунда одного из важнейших фундаментов отношений итак какую же женщину выбирает мужчин прежде всего я думаю что если мы говорим о в долгую это ту с которой мне идти в долгу с которой я уверен что она унес до пильный псих и она будет со мной идти в долгу вот хотелось бы безопасность ну да эмоциональная безопасность конечно да эмоциональная безопасность вот как раз позволение себе быть плюсах и минусах до позволения быть во всей палитре а не быть рекламной версии себя да самое да это же такой большой вопрос как принять минусы как принять плюсы и минусы мужчин при этом при этом не уводя их в поддержание этих минусов да потому что некоторые вот это состояние жертвы состояние я ничего не хочу выдавая за тебя решу то есть падает состояние матери но все женщина может состояние двух матерей впадать состояние такой поддерживающей матери ничего ты мой хороший но нет это нормальные слова но вот именно решение этого много да и это это и решение задач да когда такое поведение становится выгодным я другая крайность если я сейчас его поддержу то это заложен в принципе лето хранится в том что вне идет все но я запечател серьезно нерегально ты нормальный его позидор и голову до него в конце лет не просто так отдася с дающим психологическим% то это второе движение как в первое в первое в первое в первое в первое что «нареком» это терминация спустя возможности приводить потанции не только в первую от первая в первую очередь а я на様не тindi который только на волшебные волшебные обновления но и совпадает в первую очередь какой-то эффективный на каждую очередь и предполагает но Prima надо на вашей лицевой волшебной репетиции сложные притирки это все старание то есть все силы потратить на то чтобы постараться до услышать понять любить но если стараться если стараться и всех сил жить свою классную жизнь то есть шанс что получится